Глава Приморья Олег Кожемяка представил Владимиру Путину мастер-план развития столицы Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме. Президент подчеркнул, что Владивосток имеет колоссальные перспективы развития, но чтобы их реализовать, нужно устранять инфраструктурные ограничения. Мастер-план развития Владивостокской агломерации был разработан до 2050 года. Основные направления, на которых будет сосредоточено внимание – общественный транспорт, логистика, дороги, судостроение, туризм и другие. Концепция предусматривает становление столицы Дальнего Востока как научного, финансового и логистического центра азиатского макрорегиона. «Большой Владивосток включает несколько в себе зон. Сам по себе Владивосток как центр агломерации, город Артём как транспортно-логистический хаб, Большой Камень территория, переживающая развитие Приморья, как промышленная площадка, технопарк и, конечно, остров Русский как научный центр и центр по развитию туризма. Кроме того, остров большой туристический потенциал, конечно, требующий новых дорог, благоустроенных пляжей, очистных сооружений. Кроме того, предлагается там реализовать проекты, связанные со строительством конгрессно-выставочного центра, работающего на постоянной основе, и детского оздоровительного лагеря дружины «Аквамари» при содействии Всесоюзного центра «Океан». Говоря о развитии туризма, в агломерации хотел бы остановиться и на наших преимуществах, которые есть. Во-первых, это востребованность морского отдыха у жителей Дальнего Востока, да и всей страны. Поэтому в мастер-план вошли мероприятия по созданию безопасных пляжей и условий для отдыха на море. Во-вторых, это проекты в сфере культуры, которые пользуются неизменным успехом у гостей. Это, конечно, Приморская сцена Мариинского театра, музей Арсеньева, постоянно работающая выставка Третьяковской галереи. И, конечно, как Вы сказали, уже это музей Владиславской крепости. Ну и по Вашему поручению строится уникальнейший объект, комплекс культурно-выставочный на Оксаковской, который будет представлять экспозиции всех ведущих музеев Российской Федерации. Также считаем важным дополнительно дать внимание восстановлению исторического облика центра города, частных, федеральных, региональных зданий, о чем Вы говорили. Кроме того, ключевой объект для отрасли – это, конечно, аэропорт. И для его в перспективе бесперебойной работы требуется реконструкция взлетно-посадочной полосы. Просим поддержать. В логистике, как Вы сказали, Владивосток – крупнейший на Дальнем Востоке транспортный хаб, включающий все виды транспорта. Ключевым проектом его развития создания восточного узла Севморпути, конечно, является Владивостокский морской торговый порт, ВСК, кто обрабатывает контейнеры и грузы. Но активным образом идет строительство новых портов – Суходол, Порт Вера, закладываются транспортно-логистические центры, Артем, Угловое. Поэтому мы прогнозируем значительное увеличение обработки грузов, что само по себе повлечет большой прирост таможенных платежей и налоговых отчислений.